Продолжение следует... Продолжение следует... Опять-таки, данная речь обусловлена необходимостью научения. Вероятно, были в Коринфе те, кто утверждал, что воскресение каким-то образом уже состоялось. Этот вопрос было необходимо разъяснить. Кроме того, некоторые из верующих в Коринфе умерли. Что в будущем ожидает их? К слову, умерли они потому, что участвовали в Вечере Господней недостойно, если вы помните. Учитывая это, вполне понятно, почему данная тема вызывала у Церкви такой интерес. Итак, в 20 стихе, предложив свои аргументы, апостол Павел говорит, говорит в качестве заключения, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его». А затем конец, когда он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит Царство, и доколе не зложит всех врагов под ноги Своей. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. А теперь вопросы, над которыми я прошу вас поразмышлять, опять-таки индивидуально или коллективно. Во-первых, насколько далеко в прошлое в развитии библейского сюжета уводит нас данный текст. И, соответственно, насколько далеко в будущее он простирается. Какие ветхозаветные тексты он актуализирует? И какова здесь главная мысль? Приступайте. У вас 10 минут, а потом мы проверим, насколько вы справляетесь и требуется ли вам дополнительное время. Ну что ж, попробуем ответить на первый вопрос. Какие события прошлого данный текст затрагивает? Варианты ответов есть? Грехопадение. Простите? Грехопадение. Грехопадение. Как вы пришли к такому выводу? Здесь говорится, как в Адаме все умирают. Стих 22. Стих 22. Противопоставление Адама и Христа, который у Павла звучит неоднократно, особенно в Римлянам 5. Это первое, что вспоминается. Действительно, текст возвращает нас назад аж к третьей главе книги Бытие. К теме грехопадения. То, что разрушил Адам, восстанавливает Христос. Кроме того, здесь снова актуализируется понятие места. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот насколько далеко в прошлое мы уходим. А насколько он перемещает нас в будущее? Правильно. Откровение 22. Поскольку, в конце концов, будет Бог все во всем. Даже не представляю, что может быть за этим. Итак, наш фрагмент стихи из 22 по 28 охватывает практически всю библейскую историю. От сотворения, далее грехопадения, искупления и вплоть до осуществления. Даже несмотря на то, что этих терминов в тексте нет. Каким другим библейским ссылкам и понятиям отсылает нас данный текст? Первые плоды. Первенец, первые плоды. Это библейская аллюзия, которая рисует нам образ начала жатвы. В воскресении Христа есть начало жатвы тех, кто воскреснет в последнее время. Есть ли здесь непосредственно библейские цитаты? Например, ветхозаветные. Да, пожалуйста. Псалом 8, 7. Псалом 8, 7. Где он упомянут? Стих 27. Стих 27. Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Итак, это Псалом 8, 7. Помните, Псалом 8, 7 также служит комментарием к первой главе книги Бытия. Он напоминает нам о первоначальном поручении, данном Богом человеку, как носителю образа Божьего, владычеству над творением. Христос в данном случае предшествует нам в качестве примера. Последний Адам, сошедший с неба. Тот, кто фактически осуществляет замысел творения, воплощает его цель. Есть здесь еще одна библейская ссылка. Нашли? Стих 25. Возможно, соответствующее указание вы найдете на полях. Да, это отсылка к Псалму 109, стиху 1, имеющему особое значение в Новом Завете. Мы упоминали о нем в Деяниях 2, помните? Здесь говорится, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Вскоре мы увидим, что Бог исполнит это именно через Иисуса Христа. Все будет положено к ногам Сына, и когда это осуществится, тогда, выражаясь образно, плоды этого подвига будут преданы Богу. Итак, мы с вами заглянули в историю сотворения, как она представлена в Псалме 8, а также увидели Божьего Царя. Благодаря Псалму 109.1, где он описывается как инструмент Божьего правления. Божьей победы над врагами. Есть здесь, напомню, и аллюзии. Например, на первые плоды, обещающие обильный урожай. А теперь давайте посмотрим, какова главная мысль. В данном тексте. Возможно, их несколько, но самое главное. Когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Христос утверждает Божье владычество над всем и одерживает полную и безоговорочную победу, что, собственно, и ожидается от Царя, с библейской точки зрения. И так достигнуто регнум Кристи, которое превращается в регнум Дэй, Царство Христово, в Царство Божие, дабы Бог был все во всем. Христос восстанавливает владычество. В Нем, как в Боге-человеке, воплощен идеал вице-правителя. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Вопрос. Да будет Бог все во всем. Не могли бы вы пояснить эту фразу более наглядно? Дать какой-либо развернутый, содержательный ответ здесь сложно. Наверное, можно было бы сказать, что Бог будет той самой поворотной осью, которая придает вращение всему. Вне Его божественного влияния не останется ничего. Сегодня, согласно Библии, Бог уже царь. Он царь вселенной. Однако наглядно это проявляется не везде. Это видно здесь, в классе, где мы изучаем Слово Божие. Но стоит включить CNN или Fox News, картина меняется. Ибо мы живем в межвременной период. Тем не менее, наступит момент, когда Бог будет все во всем со всей очевидностью. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. В начале вы говорите, что эта книга в том числе и о тех, кто уже отошел в мир иной. Скажите, это как-то отражено в данном конкретном тексте? Вся аргументация, собственно, этому и посвящена. В общем-то, аргумент в этом и состоит. Основная мысль такова. Никакого воскресенья и никакого будущего не будет, если Бог не управляет историей и творением. Это значит, что кто-то вроде Павла лжесвидетельствует о Христе и о Боге, утверждая, что Бог управляет всем и делает это посредством Христа, которого Он воскресил из мертвых. Поскольку, если бы Он этого не сделал, то Павел говорит, «Я лжесвидетельствую о Боге». Однако, суть в следующем. Бог воскресил Христа. И с Его воскресением в наш мир как бы ворвалось будущее. И если этот ключевой для будущего признак в какое-то мгновение появился, то можно быть уверенным, что произойдет и все остальное. А именно, нас тоже ждут и воскресение, и суд. Здесь мы наблюдаем целую совокупность моментов. Поясню. Для многих евреев история человечества ведет к воскресению и Божьему суду. Поэтому, если в какой-то момент Бог воскресил Христа, остальное всего лишь дело времени. Понимаете, о чем я? Именно поэтому в Деяниях 17 Павел утверждает, Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. «Было воскресенье, будет и все остальное, что с ним связано». Итак, обосновав достоверность воскресения, помимо всего прочего, Павел сам видел воскресшего Христа, и не только он. Павел говорит и об остальных событиях на пути человечества к тому моменту, когда Бог будет все во всем. Он пытается убедить Каринфину стремить свой взор ввысь, на Бога и его замысел. Все понятно по поводу аргумента Павла? Еще вопросы есть? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»